Всем привет! Сегодня поговорим об оптимизации вашего приложения. Смотрите, есть несколько таких выражений по поводу оптимизации, которые изложили известные люди. Первое, это Вильям Вулф изложил. Он сказал, что больше было совершено грехов во время оптимизации, чем каких-либо других слепых решений, скажем так. Я так примерно перевожу. Также Дональд Кнут сказал, что забудьте о маленьких оптимизациях 97%. Если вы будете тратить на это 97% времени, это будет больше зла, чем добра. И Джексон сказал по поводу оптимизации следующие две вещи. Первое, никогда не делайте это. И второе, не делайте это пока что. Как-то так я примерно перевел. Оригинал перед вами можете прочитать. Собственно, суть этих выражений заключается в том, что не надо оптимизировать. И делать это практически никогда. Есть одно главное правило. Пишите хорошие программы, это будет лучше, чем быстрые программы. То есть не надо заниматься оптимизацией. Пытаться, о, вот здесь можно оптимизировать, здесь чуть быстрее, здесь лучше. Нет. Главное написать это хорошую программу. С хорошим дизайном, с прекрасной архитектурой. То есть если вы будете соблюдать все правила, о которых я рассказываю, в Best Practice. У вас будет модульность. У вас будет там, я не знаю, ну, все, о чем я рассказывал. То у вас будет хорошая программа. У вас будет прекрасная архитектура. Вы будете там использовать ваши объекты через интерфейсы и так далее. И такую программу в конце концов можно оптимизировать. То есть ее будет легко оптимизировать, когда у вас хорошая архитектура. Иногда у вас, если вы не будете следовать правилам, которые я вам рассказываю, у вас будет плохая архитектура. Следовательно, вы не сможете сделать оптимизированную программу. То есть вы чего-то там накосячите. Потом вы захотите все это исправить. Вы исправите здесь. Потом это поломается там. Вы опять это будете исправлять. В общем, поверьте, это будет просто ужасно. Поэтому лучше сделайте хорошую архитектуру. Напишите хорошее приложение. И оно у вас автоматически будет работать быстро. Даже если в нем и будут какие-то проблемы, то, как сказал Джексон, он вначале сказал, не делайте это. Потом он сказал, не делайте это пока. То есть, в принципе, пока вы разрабатывали архитектуру, вам не надо это делать. Но когда вы закончили, то тут уже, как бы, почему бы и не оптимизировать. Тут уже есть всякие measured performance, ну, профайлеры так называемые. Когда вы можете взять, запустить ваше приложение и посмотреть, что у вас выполняется долго. Если у вас прекрасная архитектура, то соптимизировать то, что выполнялось долго, вы сможете легко. Если же у вас архитектура говно, то, соответственно, извините, сделать вы сможете мало что. Поэтому всегда вам нужно оптимизировать вначале архитектуру и лишь потом заниматься быстродействием. Вот такое вот правило вы должны запомнить и всегда придерживаться. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. И пока.